Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Во вторник, 16 июня, все рынки пошли вверх, включая акции и криптовалюты. А все из-за того, что ФРС США объявила, что выкупает корпоративные облигации на сумму 250 миллиардов долларов. Об этом я делал более детальное видео, ссылка на него будет в описании, если не смотрели, обязательно посмотрите. Следующую информацию я взял из пресс-релиза под заголовком. Совет Федерального Резерва анонсировал запуск программы, в рамках которой начнет покупать корпоративные облигации. Все для поддержки ликвидности рынка и способности кредитования крупных работодателей. Сокращенно, эта программа называется CMCCF. Далее буду называть ее так. Нам нужно понять, как же работает эта программа и что она делает, потому что понимание этого раскроет нам глаза на то, что наш мир превращается в темную реальность, которая приведет к еще большим разрывам в уровне благосостояния различных слоев населения и появлению зомби-корпораций, которых еще не видел этот свет. Если вы досмотрите это видео до конца, вы поймете, о чем идет речь. Пандемические зомби — это то, что родил этот кризис, и никто этого не заметил. И только в этом видео вы об этом узнаете. Из пресс-релиза в рамках программы корпоративного кредитования ФРС приобретает портфолио из корпоративных облигаций, которое основано на широком рыночном индексе корпоративных облигаций США. Этот индекс включает в себя все облигации на вторичном рынке, которые были выпущены компаниями США и отвечает минимальным критериям программы. Первый вопрос, который возникает — кто будет осуществлять покупку этих облигаций? Кто управляет этой программой? Федеральная резервная система, спросите вы. Как бы не так. Как мы видим по последнему письму CMCCF от 15 июня 2020 года, Федеральный резервный банк Нью-Йорка кредитует специальный целевой механизм SPV, который будет приобретать на вторичном рынке корпоративные облигации. То есть ФРС дает деньги в кредит какому-то специальному целевому механизму под названием SPV. Так кому же, сколько и почему? Другой пресс-релиз США, опубликованный в марте, говорит следующее. 24 марта 2020 года Федеральный резервный банк Нью-Йорка пригласил компанию BlackRock Financial Markets Advisory в качестве управляющего инвестициями новой программы CMCCF. Да, Министерство финансов и ФРС выбрали BlackRock, международную инвестиционную компанию из Нью-Йорка, которая снова не оставила президента США одного в борьбе с кризисом, как это было и в 2008 году. Без BlackRock не обходился ни один американский выход из кризиса за последние 12 лет. У Bloomberg есть интересная статья об этом. In Fink we trust. Мы верим в Финка. BlackRock теперь четвертая ветвь власти. Если вы не знали, Ларри Финк – это генеральный директор BlackRock. И в статье Bloomberg рассказывает, что BlackRock невероятно углублен в экономическую и политическую систему США. Из статьи «В то же время компания BlackRock создала мощную пропагандистскую силу. Ее сфера влияния расширилась и на центральные банки, и на законодателей, и на президентов, и на глав государственных агентств от обеих политических партий США. И это несмотря на то, что исторически компания имеет корни именно от демократов». В современном руководстве компании Bloomberg нашел только несколько должностных лиц, которые вышли из администрации Джорджа Буша. Но больше дюжины оказались подчиненными Барака Обамы, включая советника Обамы по национальной безопасности, старшего советника по климатической политике, бывшего председателя Федерального резерва и множество экономистов Белого дома, Министерства финансов и ФРС. Сегодня там все еще есть пережитки BlackRock со времен администрации Джорджа Буша, так как Джордж был одним из тех, кто привел BlackRock в 2008 году, и это произошло буквально 12 лет назад в конце его срока. Затем пришел Обама, который любил директора BlackRock Ларри Финка, поэтому он и оставил его на весь срок своего президентства. А теперь Трамп, который заверяет, что ненавидит Обаму, но, наверное, тоже любит Финка, раз BlackRock до сих пор ему не отказывает в помощи. Есть ли еще те, кто верит в чушь, что демократы и республиканцы не находятся в сговоре? У всех у них одинаковые друзья и цели, они все используют одинаковую стратегию, чтобы сделать богатых еще богаче. BlackRock, как мы выяснили, является неофициальной четвертой рукой правительства США. Недавно финансовые СМИ даже публиковали расследование с заголовками, как адский вампир Goldman Sachs уступил дорогу BlackRock. В статье говорится следующее. Дальнейшее укрепление силовой базы BlackRock и ее ключевая роль в мировой финансовой системе заключена в их технологической платформе Aladin, которая соединяет крупнейшие компании мира, от банков и менеджеров по активам до технологических гигантов, рынков по торговле акциями, облигациями, деривативами и валютами. Десятки триллионов долларов в активах находятся лишь на одной этой системной платформе. Все, что я хочу сказать по этому поводу, да что вообще тут происходит? Почему у меня возник такой вопрос? Потому что еще до того, как ударил вирусный кризис, BlackRock делали действительно интересные вещи, как будто они точно знали, что именно нас ожидает впереди и вели большую подготовку к этому. 3 апреля 2019 года, до всего этого вирусного безумия, Bloomberg выпустил статью о том, что делает BlackRock. Она называлась так. Ларри Финк из BlackRock начал крупнейшую реконструкцию компании за все ее время. В статье объясняется, почему BlackRock тогда не было интереса корпоративным долгам, акциям и облигациям в США. Они искали их в других местах по всему миру. Изменение, которое внесло правление, отражает желание BlackRock установить прочные клиентские связи за пределами США. Финк неоднократно подчеркивал желание BlackRock привлечь потребителей за пределами США и видел огромный нетронутый зарубежный потенциал. Компания, управляющая активами на сумму около 6 триллионов долларов, также использовала заключение двухсторонних сделок для достижения этой цели. Все это показывает, насколько тяжело расти здесь, в США, где рынки очень насыщенные. Что? Тяжелый рост в США? Насыщенные рынки? Но сейчас они запускают специальный целевой механизм SPV для ФРС, который сфокусирован на поддержке и росте корпораций в США, о чем мы говорили в начале видео. Также в этой статье указано, что BlackRock начал погружаться в альтернативные активы. Финк начал массовую реконструкцию в управлении компанией, перекладывая больше ответственности на региональных руководителей, устанавливая новый менеджмент в подразделении альтернативных инвестиций и реорганизуя работников. Ниже по тексту статьи читаем это. Альтернативное движение BlackRock означает демонстрацию того, что они могут быть ключевыми игроками за гранью индексированных продуктов, на долю которых приходится около 2 трети от всех активов под их управлением. В понедельник компания, расположенная в Нью-Йорке, сказала, что она завершила первый раунд по сбору денежных средств для механизма частного капитала. Обеспечение фонда долгосрочного частного капитала составляет 2,75 миллиардов долларов США, полученных от инвесторов. А теперь, задумайтесь, механизм частного капитала, механизм специального назначения, на английском PV и SPV. Звучит очень похоже, нет сомнений, что между этими двумя есть что-то тайное, общее, несмотря на то, что публично оба механизма принадлежат разным юридическим лицам BlackRock и ФРС. 25 мая 2020 года журнал Forbes размещает статью «Херц. Высокодоходные биржевые инвестиционные фонды и ФРС». В тексте объясняется, что 22 мая корпорация «Херц» объявила свое банкротство. Затем в этой же статье рассказывается о SMCCF и о том, как именно BlackRock вовлечена в новую программу корпоративного кредитования от ФРС, с помощью которой компания BlackRock может приобретать биржевые инвестиционные фонды. И делают они так уже почти месяц, покупают целые биржевые инвестфонды, а не отдельные облигации. И все это еще до объявления этой программы ФРС США, это нужно выделить большими буквами. Все было запланировано и воплощается наперед. Далее цитата из статьи «В пятницу, 22 мая, 0,03% от всех активов HYG, высокодоходного бифа BlackRock, содержалось в облигациях «Херц». Итак, это было опубликовано в мае, и смотря на график облигаций, мы видим, что они упали практически в пол и опустились ниже отметки в 10 долларов. Но после того, как новая программа корпоративного кредитования от ФРС была запущена, она спасла их задницы, и облигации выросли почти в 4 раза, и сейчас торгуются на уровне 35 долларов за штуку. Очевидное сохранение портфеля BlackRock от краха. По моему мнению, да. Херц воскрес из мертвых и рассказал историю своего воскрешения в статье Vanity Fair, которая была опубликована 15 июня и носила следующее название. «Это просто невероятно. Обанкроченный Херц – это пандемический зомби. Эта пандемия порождает компании зомби». Затем Роберт Педани из Zero Sum Trading сделал твит. «Эта ерунда, Херц, войдет в список рекордов. Обанкротившаяся компания нашла идиотов, которые купили ее акции до того, как они, скорее всего, упали бы до нуля. Либо их вытащило какое-то чудо. Они только что продали вам обесцененные куски бумаги по 2,5 доллара за акцию. Даже Энрон не делали такого». Чудо, Роберт. Ты имеешь в виду чудо под названием BlackRock, которое получило свои привилегии от ФРС с помощью их новой программы кредитования облигаций. Оказалось, что BlackRock сильно связан с Херц не только на рынке высокодоходных бифов а-ля ETF. Ведь буквально на прошлой неделе BlackRock раскрыли полные объемы владения акциями Херц. Они владеют 3,7% от компании Херц, что составляет примерно 5,27 миллионов акций. 16 июня BlackRock нашли в себе силы покупать не только бифы. Бифы — это корзины активов, собранные вместе, чтобы распределить риски. Но и начали покупать отдельные корпоративные облигации. Они могли сделать суперфокусировку на том, куда они вкладывают деньги, в конкретные компании, такие как, например, Херц, где риск просто запредельный. С каким объемом риска собирается столкнуться BlackRock? Федеральный резервный банк Нью-Йорка сделал прекрасный руководитель относительно новой программы ФРС по корпоративному кредитованию CMCCF и дал все разъяснения в нем. В руководителе сказано, что Министерство финансов США, используя спонсирование, предусмотренное законом КС о коронавирусной помощи, осуществит капитальное инвестирование в размере 75 миллиардов долларов США в механизм специального назначения PV и в механизм корпоративного кредитования SPV, о которых мы говорили ранее. Первоначальное распределение капиталов произойдет следующим образом. 50 миллиардов для первичного рынка и 25 миллиардов для вторичного. Чтобы вы понимали, все эти суммы это свеженапечатанные баксы. Всего 25 миллиардов долларов США в новой программе по кредитованию облигаций от ФРС? Нет. Изучив информацию поглубже, становится ясно, что суммарный размер вливаний в эту программу достигнет 750 миллиардов долларов США, из которых 250 миллиардов пойдет в механизм вторичного рынка корпоративного кредитования SPV. Как же так получилось? Такое происходит, когда вы играетесь с кредитным плечом. В вопросах и ответах сказано следующее. Программа корпоративного кредитования обладает кредитным плечом капиталу казначейства в размере 10 к 1 в момент приобретения корпоративных облигаций инвестиционного класса. А в момент приобретения корпоративных облигаций ниже этого класса программа имеет кредитное плечо 7 к 1. Когда я вижу, куда именно эти деньги вкладываются для помощи, я понимаю, почему в начале видео я сказал, что наша реальность стала темной и беспросветной. Уровень безработицы в мае делает картину еще более четкой. Досуки гостеприимства. Самый высокий процент с самым низким уровнем заработной платы. Далее идут иные услуги. Низкий уровень зарплаты. Все лидирующие категории имеют низкие уровни зарплаты. Категории с более высокими зарплатами. Строительство, производство, информация. Они тоже получили удар, но менее чувствительны, чем остальные. Следом идут высокооплачиваемые работы, которые пострадали меньше всего. Правительственная работа, финансовый сектор и сельскохозяйственная работа. Однако нельзя полностью доверять этому, потому что большинству сельскохозяйственных работников зарплата даже не начисляется. Вы бы могли подумать, что с более чем пятью сотнями миллиардами долларов, использованных для кредитов по программе защиты заработной платы, эти уровни безработицы могли бы вернуться к норме в настоящее время. Ну уж нет. Эти деньги пошли совершенно не туда, куда предназначалось. Что и было освещено на прошлой неделе. Администрация Трампа не разглашает, кто же получил эти кредиты и называет эту информацию конфиденциальной. Морозится, короче говоря. К счастью, политика написали следующую статью, из которой мы узнали о некоторых получателей, которыми стали несколько членов Конгресса США. Значит, деньги, предназначенные программе защиты заработной платы, немножко осели в Конгрессе. Заголовок статьи гласит «Члены Конгресса берут кредиты для малого бизнеса. Полный размер кредитования неизвестен». Как минимум четыре члена Конгресса каким-то образом разделили пособия из программы полутриллионного кредитования малого бизнеса, которую они же сами и создали. Никто не знает, сколько еще в этом замешано людей. Пока данная администрация не уйдет, скорее всего, мы этого никогда и не узнаем. Но мы точно знаем этих четверых. Все это приводит меня к выводу, что с каждым днем, каждым заголовком и расследованием, которое я провожу, я все больше разочаровываюсь в мире. И я имею в виду, что сначала мы узнали о том, что крупные корпорации используют денежные средства, предназначенные для спасения малого бизнеса. А теперь мы узнаем, что и богатые члены Конгресса тоже не брезгуют своровать деньги, которые могли бы кого-то спасти. Ребята, лучше бы что-то произошло и побыстрее, иначе мы погрузимся в тотальный хаос, причем под конец этого года. Если ничего не изменится, тотальный хаос неизбежен, поэтому советую к нему оказаться подготовленным. А меня зовут Богатейщий Ди, подписывайтесь на канал, телеграм, делитесь видео с друзьями, комментируйте и обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok